Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Областные депутаты обсудили повышение взносов в фонд капитального ремонта. На сегодняшний день более 1200 многоквартирных домов в регионе стоят в плане на капремонт. В реальности же взялись только за половину из них. На сегодня долг фонда более полутора миллиардов рублей. Много вопросов по очередности ремонта. Ведь в первую очередь приводить в порядок нужно дома, где самая критичная ситуация. Собираемость населения за капремонт хромает. На данный момент на 1 рубль затраченных средств приходится только 60 копеек собранных с собственников. В Губдуме обсудили вопросы, связанные с отловом и содержанием собак и кошек. Во дворах и на улицах говорили и об ответственности хозяев за поведение своих питомцев. Тема оказалась очень сложной, со множеством подводных камней. Наш корреспондент Максим Остриков разбирался, кто и за что будет отвечать. Ему слово. Отменить ограничение на сумму, которую платит государство за отлов одного бездомного животного. Такое предложение от депутатов Губернской думы. В данный момент платить более 2500 рублей ловцам нельзя. Таковы правила. Мол, сейчас за такие деньги подрядчики не хотят ловить по дворам ничейных лохматых и хвостатых. А за деньги побольше будут. Самое главное, уже начать решать проблему отлова. Поскольку с 1 января 2020 года появится обязанность у регионов определять порядок организации приютов. Это новая сложная тема, которой сейчас никто, по сути, не готов. Нам пройти первый этап надо. Да, с 1 января в муниципалитетах должны появиться специальные приюты. Какие деньги понадобятся на их создание, еще можно как-то подсчитать по смете. А вот сколько будут платить за содержание животных – цифра плавающая. Если животное отловлено на больное и нецелесообразно для лечения, чтобы исключить его дальнейшее мучение, будет предусмотрена гуманная экстаназия. То есть, соответственно, меньше затраты будут. Если животное здоровое и необходимо провести будет кастрацию или стерилизацию, соответственно, будет увеличена сумма. На сегодняшний день, по нашим расчетам, кастрация к белесе составляет 3900 и 4800, по-моему, из стерилизации суток. И как контролировать расход бюджетных денег за отлов и содержание бездомных животных, тоже пока вопрос сложный. Говорят, будут решать в процессе. О полноценном контроле можно будет говорить в том случае, когда у нас появятся приюты, созданные по образу подвыборья. И, соответственно, департамент заниматься уже полным облегом контролем и функциями за теми организациями, которые будут отловить и содержать в самом деле. Поскольку федеральный закон говорит о том, что животных отловленных надо либо содержать, либо возвращать в места, где их поймали. Процедуру контроля будем корректировать по мере совершенства механизма финансирования. По-другому никак. Ну, как освоить бюджетные средства, в любом случае разберутся. Опыт есть. А вот как быть с нерадивыми хозяевами, которые из любви к животным причиняют неудобства людям, пока вопрос нерешенный. Выбыл собак. Это большая проблема. Они там кайдят, извините. То есть в этой ситуации многие жители обращаются. Мы можем штрафовать или не штрафовать? Это суть. Можно? Да. Правила благоустройства, возможно, там муниципалитет должны внести. Вы нам скажите, вот здесь содержание собак, по 20 собак в квартире, да, реально другим всем отравляют жизнью. Вот вы говорите, есть другие ручки. Они рабочие или нет? Или нерабочие? Вы понимаете, они где-то применяются. Хоть один пример приведите. Где это применялось? Там Роспотребнадзор как-то выехал, там кого-то выселили и так далее. Насколько эффективна эта работа? Ну, на практике показывают, что зачастую обращение муниципалитетов, естественно, в силу загруженности, малого количества сотрудников Роспотребнадзора, зачастую, наверное, рассматриваются. В итоге пусть собачка справляет нужду на детской площадке. Бабушки содержат в квартирах десятки собак и кошек, отчего в подъезде вонь, грязь и тараканы. А дядя Вова водит за собой стаи собак, от которых шарахаются прохожие. Некому их выявлять и наказывать. Изменится ли что-то в этом направлении? Пока же 2020 год, когда в полную силу вступит закон об ответственном обращении с животными. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Прививочная компания в регионе набирает обороты. Сделали укол уже более 150 тысяч человек. Порядка 62 тысяч – это дети, 84 тысяч – взрослые, в том числе почти 2000 беременных. Отмечу, что перед прививкой нужно посетить лечащего врача и получить от него направление на вакцинацию. Также не стоит забывать, что прививку от гриппа нужно сделать всем группам населения. Но особенно она показана детям, начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. Прививку нужно делать за 2-3 недели до начала роста заболеваемости. Сейчас самое подходящее время для вакцинации. Общественный транспорт Самары может перейти на автоматизированную систему оплаты проезда к концу октября 2026 года. Это достаточно затратный и долгий проект. На весь комплекс работ может уйти до 300 миллионов рублей. Новые транспортные карты для трамваев и троллейбусов будут рассчитаны для разных тарифов проезда, в том числе и для льготных. Дома разваливаются, но люди в них живут. Старая двухэтажная застройка в промышленном районе Самары – средоточение коммунальных проблем. Процесс расселения из ветхих зданий идет, но точечно. И многие самарцы вынуждены жить в домах, которые аварийными не признаны, но крайне ветхие. Один из таких по адресу – переулок Юрия Павлова, 10А. Об очередной коммунальной беде из жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Эти дома строили как временную меру для размещения многочисленных работников оборонных предприятий, которые в большом числе появились в Самаре во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Впоследствии планировалось, что людей переселят в более комфортное жилье, но шли годы, а ничего не менялось. Ветхие постройки шагнули в 21 век. Все было бы ничего при должном уходе и своевременном ремонте, как показывает практика. Но дому номер 10А в переулке Юрия Павлова не повезло, в отличие от соседнего. Фасад разрушается, по словам жильцов, даже от шагов крупного человека. «Да, осыплется. Особенно вот если сейчас даже зайти ко мне, как вот топают там, ну, проходит, и у меня прямо над окнами уже выпадают прямо такие камешки». Коммунальные службы обращают на дом внимание только в случае авралов, к примеру, во время прорыва трубы и затопления. «Осыпается, да, но работу проводили только вот внутри, в подвале, когда вода поперла из труб. А на фасаде? На фасаде? Ну, нет, давно работы не было. Вот по весне и зимой течет вода с потолка? С потолка бывало, да, бывает, ведра ставим. А куда-то жаловались, может быть, там обращались? Ну, естественно, жаловались. Никаких вариантов больше нет. Никто ничего не делает. То есть результата нет никакого? Нет, никакого нет. Неоднократно озвучивались планы по реновации этой территории, сносе ветких построек и возведении современных живых кварталов. Да, это связано с увеличением нагрузки на инженерные сети, водопровод, канализацию, электричество. Но без этого никак. Время этих домов на исходе. А капремонт по некоторым назначен на 30-е годы. Дотянут ли? Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. В регионе стартовала седьмая европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи. Это международная акция, которая проходит практически по всей планете. Основная цель – повышение онкологической настороженности у населения. Увы, но эта категория онкологии выявляется, как правило, уже в запущенной форме, с тяжелым течением болезней и последствиями. К раку головы и шеи относятся злокачественные новообразования носа, гортани, глотки, придаточных пазух и слюнных желез, за исключением органов зрения и слуха, головного мозга и пищевода. Однако, несмотря на близость органов друг к другу, в онкологии не существует общей картины заболеваемости и его прогрессирования. Рак головы и шеи занимает седьмое место по распространенности в Европе. К сожалению, выявление данной патологии, как правило, происходит уже на поздней стадии в запущенных формах. Если у нас в среднем выявление всех онкологических заболеваний в регионе на первой-второй стадии составляет порядка 61-62%, то опухоль головы и шеи, к сожалению, выявляется на первой-второй стадии в 34-35%, точнее 34,7% по итогам первого полугодия. В Самаре заработали пять сельскохозяйственных ярмарок. Самая крупная, ежегодная, сезонная на площади Куйбышева. Она будет работать вплоть до 27 сентября. Общее количество мест около 300. Для льготных категорий граждан торговые места размещены в специально оборудованных шатрах. 40 отдельных мест отведено пенсионерам, торгующим продукцией из собственных дачных участков. Покупателям представлен широкий ассортимент продукции, как местных производителей, так и фермеров из других регионов. Преступление, нарушающее не только закон, но и все нормы, морали. У ветерана Великой Отечественной войны похитили последнее сбережение. К нему домой под видом работников коммунальных служб пришли двое неизвестных мужчин. Они сообщили о возможных проблемах с электропроводкой и предложили осмотреть жилье. После их ухода мужчина обнаружил, что у него пропало 25 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленника. Вскоре одного из них задержали в Самаре. Он сознался содеянным. Второй предполагаемый злоумышленник задержан сотрудниками полиции Краснодарского края и доставлен в Саратов, где находится под арестом по подозрению в совершении аналогичных преступлений. А ветерану вернули похищенные деньги. Что ж, осень вступает в свои права. В Самарской области начало рабочей недели будет холодным. Перемещающийся с запада на восток холодный атмосферный фронт принесет в регион дожди, ветер и похолодание. Во вторник ночью местами небольшой дождь. Температура воздуха плюс 7, плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22. А уже в среду будут дожди. Ветер усилится до 12 метров в секунду. Ночью 7, 12 градусов. Днем будет до 20 градусов тепла. Поражение, за которое не стыдно. Крылья Советов забили дважды, но не смогли обыграть Краснодар. Счет был открыт на 12-й минуте. Соболев в касании переправил мяч в дальний угол ворот хозяев поля. Спустя 4 минуты ответный гол. Сулейманов постарался на третьей добавленной минуте. Самарцы могли выйти вперед. Арбитр назначил пенальти в ворота Краснодара за игру рукой у Руслана Камболова. С 11-метровой отметки переиграть голкипера Соболев не смог. Второй тайм начался с гола Краснодара. Красивейшим ударом с линии штрафной мяч в дальний угол у хозяев послал Кристофер Ольсен. 2-1 на 57-й минуте. Краснодарцы смогли свое преимущество упрочить. Арбитр снова назначил пенальти. Только уже в наши ворота за игру рукой Александра Гацкана, Рыжиков. Удар Ари с точки парировал, но на добивание игрок сборной России оказался точен. 4-1 на табло в пользу Краснодара. Окончательный счет встречи был зафиксирован на 75-й минуте. И снова Карасев назначил пенальти. На этот раз мяч попал в руку Спаевичу после удара Соболев. 11-метровый, укрыли в четкий, исполнил Антон. В итоге 4-2 победа Краснодара. Мы начали не очень хорошо первый тайм. Пропустили мяч. Могли пропустить второй с пенальти. Но очень здорово сработал наш воротарь Сафонов сегодня. Второй тайм, на наш взгляд, все-таки стал, так скажем, быстрым и хорошим. И мы сумели все-таки реализовать свои моменты и довести дело до победы. И очень важно то, что люди, которые выходили на замену, не ее очень хорошо усилили. 17 сентября в 12.00 пройдет совместное расширенное заседание правительства Самарской области и совета при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития региона. На сайте правительства Самарской области будет организована прямая трансляция мероприятия. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды и интересные новости. Программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях, на сайте и на канале СК-24 ежедневно. В 20.30 телеканал СК-24 теперь еще и на Яндекс.ТВ и на Пирс.ТВ. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи.